МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ух ты, как круто! Интересно, где найти или купить такую умную собаку? Хотя, может быть, будет надежнее научить всем этим трюкам собаку самой? Сейчас я досмотрю ролик и поищу, где у нас в Ишкрале учат в дрессировке собак. Вот они, собачки, с которыми я сегодня буду работать. Кажется, они очень дружелюбные. И буду надеяться, что они меня сегодня будут слушаться. Иди скорей, сидеть. Ой, молодцы! Лежать! Ой, ты мои сладкие девочки! Здравствуйте! Сидеть! Здравствуйте! Сидеть! Айла! Я пришла научиться. Новый профессионал меня уже встречает. А вот и наши герои. Айла, швейцарская овчарка, и Люся, дворняшка. Ни в уме, ни в скорости они не уступают друг другу. Айла помогает при поиске пропавших людей. А Люся, собака-компаньон. Кстати, у моего тренера Елены Ураковой высшее кинологическое образование. Собаками работают уже на протяжении пяти лет. Ильяна, с чего начинается воспитание и дрессировка собак? Это начинается все еще с момента, как собака попала к вам домой. Сначала выстраивается доверие. Вот вам я сейчас дам лакомство. Это вкусняшка. Да, лакомство. Вот угостите ее. Ой, прям ей в мордочку дайте. Вот так вот. Ага. Да. Вот так. Да. А потом что дальше? Собака начинает доверять и каждое нужное действие мы поощряем лакомством. Вот таким образом. То есть вот попросили мы сесть и поощрили. Скажите, Люся, сидеть. И отдайте ей. Люся, сидеть. Люся, сидеть. Ой, молодец. Умничка, у меня уже постепенно получается. Замечательно, хорошо? А что самое сложное? Самое сложное это не срываться. Все терпеть. Сидеть. Терпеть, пока собака растет. Терпеть, если у него что-то не получается. И главное, в нужный момент хвалить. Подкрепляя правильное поведение. И долго надо учиться тренировать собаку? Если до полностью готовой собаки, то где-то примерно год. А так постепенно, постепенно у вас все будет улучшаться. Все навыки, которые вы тренируете. Может быть, с течением занятий так ярко прогресс заметен не будет. Но, когда вы посмотрите через какое-то время, через 2-3 месяца, вы удивитесь. Если вы особенно пересмотрите, допустим, видео с первых занятий или вспомните, как это было, вы удивитесь, насколько отличается нынешняя собака от прошлой. Сейчас находимся на площадке. То есть собаку надо долгое время учить, чтобы она проходила по всем этим малым архитектурным формам. Ну, не прямо долгое. То есть обычно уже на 2-й занятии собака... Сидеть, молодец, молодец. На самом деле это не занимает много времени. То есть уже 2-й или 3-й занятий собака начинает чувствовать себя более уверенно на этих снарядах, на всех. Естественно, чем дольше вы занимаетесь, тем свободнее она себя ощущает, тем свободнее она на них двигается и даже может туда взлетать без вашей просьбы. Да, по своей инициативе. Поиграть. Да, то есть спрятаться от кого-то, если тут есть другие собаки. Надоело общество, взяла, поднялась. Вот буквально несколько занятий это занимает, а потом действительно навык только отшлифовывается. И мне бы хотелось, чтобы вы меня научили дрессировать собаку, в моем случае это Люсю, чтобы она слушалась меня и пробегала по всем этим снарядам. Так, ну сидеть мы с вами уже научились. Давайте еще раз попробуем. Люся, ко мне! Люся! Похвалите. Молодец, умничка. Вот умница. Давайте посадим ее рядышком. Смотрите, проведите лакомство вот так. Сейчас покажу. Айла! Айла! Сидеть! Молодец! Подведите собаку к вашей левой ноге. Люся! Поднесите лакомство к ее носу. Сидеть! Замечательно получается. Сидеть! Похвалите еще раз за то, что она села. Сейчас смотрите. Даем! Айла! Айла убежала. Теперь мы говорим лежать и опускаем лакомство от носа к земле. Лежать! Лена, она смотрит на вас. А вот теперь вы попробуйте. Люся! Лежать! Лежать! Молодец! Умничка! Отлично! Езжать! Давайте еще раз и посадим по команде потом. Езжать! Укладывайте. Старайтесь много не повторять команду. То есть сказали один раз, дайте собаке время подумать. Угу. Ой! Лучше помогите ей лакомством. Ага, к носику и лежать. Лежать! 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 Не повторяйте много раз и сразу сидеть. Люся, сидеть! Умничка! Айла! Сидеть! Молодец! Хорошо! Что дальше? Давайте научимся стоять. Лакомство к носику. Айла, стоять! И рука чуть вперед. Хорошо. Посадим. Айла, стоять! Ой! Люся, сидеть! Стоять! Смотрите, давайте собаку к ноге снова вернем. Люся, сюда. Сидеть! Хорошо. Второй кусочек берем сразу. Люся. К носику. К носику. И стоять. Стоять! Чуть вперед, чуть вперед. Смотрите, что происходит. Вы поднимаете руку вверх. Соответственно, она... Прыгает за едой. Да, естественно, прыгает за едой. А вы прямо вот к носику ее. И смотрите. Айла, сидеть! Вот посмотрите, рука чуть вперед. Посмотрите. Стоять! То есть она чуть вперед рука. Вот прямо к носику. Люся, сидеть! Сидеть! К носу. Сидеть! К носу. Стоять! Стоять! Так. Кажется, я не понимаю, как это работает. Так. Меня атаковали. Сидеть! Давайте с вами вместе. Держи. Посадите Люсеньку у... У... Сидеть! У левой ноги. Сидеть! У левой ноги. Рядом. Сидеть! Возьмите лакомство. Второй. Другой кусочек. Люся, скажите... Так. Люся, сидеть! Люся, сидеть! Лакомство готово. Сейчас скажете Люся, стоять! Говорите! Люся, стоять! Да! Молодец! Люся! Хорошо! Хорошо! Оказывается, диссировать собаку, это просто только в фильмах. У меня уже ничего не получается. Все получается. Вы уже научились сидеть. Стоять. Лежать научились. Но она все равно тянется к вам. Ну куда я без этого? Люся! Вот подзовите ее. Ко мне! Похвалите! Молодец! А по команде ко мне собака обычно садится перед вами. То есть в целом Люся все делает правильно. Смотрите, лакомство прямо в нос. Не сюда, не сюда, чтобы, видите, собака начинает скакать. Прямо в нос. Хорошо. Так, что еще будем делать? Давайте сделаем, попробуем команду место. Посадите вот ее рядышком. Люся! 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 Пятом! Сидеть! Сидеть! Так. Сейчас смотрите, что вы сделаете. Сидеть! Смотрите, что вы сделаете. Скажете, Люся, место сидеть! Да, хорошо. То есть шаг в сторону, вернулись и сразу в морду поощрили. Сразу к носу поощрили. Люся, место сидеть. Люся, место сидеть. Шаг в сторону. Лакомство пока убрано, чтобы ее не провоцировать. Люся, место сидеть. Шаг. Вернулись. Похвалили. Да, хорошо, Люся. У вас хорошо получилось. Попробуйте еще раз. Люся! Люся, сидеть. Сидеть. Люся, место сидеть. Молодец! Отлично получилось, отлично. Теперь давайте, возьмите, пожалуйста, поводок за кончик. За край. За кончик. Скажите, Люся, место сидеть. Отойдите вот вперед. Смотрите. Айла, сидеть. Айла, ко мне. Да, хорошо. Сидеть. Вот, берите. Держите поводок за кончик. Да? Скажите, Люся, место сидеть. Люся, место сидеть. Стоп. Подзовите. Люся, ко мне. Сидеть. Омничка. Замечательно. Единственное, что собака обычно садится лицом к хозяину. Ну, я не хозяин. Да. Мордой к человеку, который подозвал. То есть этого можно добиться с помощью лакомства. Смотрите. Можно лакомство, да, вот взяв руку, поднести вот к животу, например. То есть, Айла, ко мне. Я ловлю собаку сразу. Хоп. И при приближении собаки поднимаю лакомство вверх. Люся, ко мне. Сиди. Сиди. Люся. Так. Давайте посадим Люсю прямо здесь. Люся, сидеть. Сидеть. Да, похвалите ее. Очень хорошо. Молодцы. Так. Омничка. У меня появился вопрос. А почему нельзя команду повторять несколько раз? Потому что собака привыкает к их звучанию, и они начинают для нее звучать фоном. То есть, если собака не привыкла слышать команду с первого, ну, на крайний случай со второго раза, то она так и будет в последующем, да, плохо обращать на них внимание. Вроде того, ну, говорит и говорит. Ну, и ладно. Подойду, когда мне будет нужно самой. А не когда меня попросили. Когда захочу покушать. Ну, или так, да. Ну, что, будем ко мне или не будем? Нет, хочу еще попробовать. Еще хотите? Отлично. Давайте тогда посадим. И не я за ней похожу. А вот вы не ходите. Позовите ее. Люся. Иди сюда. Рядом. Сидеть. Сидеть, Люся. Замечательно. Похвалите. Молодец. Место сидеть. Место сидеть. Сидеть. Люся. Ну, что ж это такое? Она пожилая, поэтому она быстренько устает и хочет лезть. Место сидеть. Да. Отходите на пару шагов. Держите поводок, только не натягивайте. Смотрите, поверните к ней прямо лицом. Да. И поймайте, как мы... А я даже рукой в караване не шевелила. Люся, ко мне. Лакомство. Сидеть. Молодец, Люся. Умничка. Хорошо, девочка. Хорошо, это вроде бы получилось. Что еще? Что еще? Что еще? Что еще? А, рядом, наверное, надо. Вот она к вам сидит. Вот так вот, мордочкой, да, в полоборота. Мы сейчас с вами говорим, какую команду вы выбираете? Вальс? Кружить. Кружись. Мы сейчас говорим с вами, посмотрите сюда. Кружись. Подносим к носу и проводим собаку. Да, и отдаем в конце круга. Пробуем, Айла. Люся, ко мне. Люся, кружить. Да, молодец, отдайте. Колодец, круга. Хорошо. Умничка. Попробуйте еще раз. Люся, кружить. Да, хорошо, молодец. Хвалить. Не забываем собаку. Самое важное в обучении это похвала. Похвала это в нашем случае еда или... И голосом, и еда. То есть если мы когда-нибудь хотим уйти от похвалы едой, нужно обязательно хвалить параллельно голосом. Ну, чтобы собака осознавала, связывала эту позицию с поощрением. При выполнении команды рядом, собака в движении должна находиться ровно у бедра левого. Ну, так уж пошло с фояльных времен. То есть вот, Айла, давайте я вам покажу прямо вот с лакомством. Рядом. Да, хорошо. При остановке собака садится. Рядом с ногами. Сама. По идее, да, сама. Айла, рядом. Видите, я держу лакомство, но вообще обученная собака... Вот, я остановилась, собака села. Обученная собака умеет уже... То есть этап лакомства у нее давно пройден. Вот попробуйте. Возьмите поводок вправую, наверное, вам сейчас будет удобнее. Руку. Она меня так смотрит. Поднесите лакомство. Вот, посадите ее, во-первых. Люся. Рядом сидеть. Рядом сидеть. Помогите ей немножко лакомством, лакомством помогать. Сидеть. Видите, собака немножко села криво, да? Угу. 90 градусов она сидит к вам. Люся. Лакомством, лакомством провести около ее моря. Мой. Вот видите, как хорошо вы выучили кружить. Это, наверное, единственное, что успелим выучить. То есть вы сейчас лакомством попробуйте довести собаку вот до этого состояния. Видите, как сидит Айла? Прямо ноги ее около моих ног. Угу. И круг четко назад. Люся. Да. Иди сюда. Садись. Сидеть. Сидеть. Еще. Сидеть. Да, молодец, Люся. Теперь. Кажется, из меня так себе. Ну, отлично. Дричировщик. Сидеть. Просто Люся очень хочет вкусняшку. Она готова, заметили, сделать все, что вы едали, и она танцует вокруг вас. Просто вот посадите сейчас обратно рядом ее, а то мы так никогда не двинемся. Так. Рядом. Рядом, рядом, рядом. Сидеть. Сидеть. Отдали. Да. И смотрите сейчас точно так же. Поднесли вкусняшку к носу, сделали шаг. Рядом. Два шага. Сидеть. Рядом. Два шага. Сидеть. Руком вверх. Сидеть. Да. И похвалили. Вот сейчас похвалили. Ну, она уже съела. Да. Давайте развернемся точно так же, да? Лакомство к носу. Сначала команда, потом движение. То есть... Люся, сиди. То есть, Алевтина, рядом и разворачивайтесь, ведя за собой собаку. Сидеть. Люся. Рядом. Рядом, рядом, рядом. Много раз. Не повторяем, да? Ага, я когда-нибудь запомню. Так. Давайте возьмем вкусняху. Не так. Люся. Да-да-да. Да-да-да. Рядом сидеть. Да. А теперь развернитесь. Да только быстрее. Пока она... Сначала команда. Да. Потом движение. Лакомство к носу. Что сказать? Люся рядом. И разворачивайтесь. Люся рядом. Разворачивайтесь. Ага. Она хочет отобрать у меня. Посадите. Остановитесь, посадите. Отобрала. А вы... Вот смотрите, да. Смотрите, какая сейчас была ошибка. Мы случайно с вами развернулись через левое плечо. Хотя обычно... Рядом. Разворачиваемся через правое. То есть, там, где нет собаки. Угу. Мы можем сейчас даже с вами стоя на месте просто посадить Люсю, да, и повернуться кругом. Угу. А потом еще раз кругом. Попробуйте. Люся. Так, Айла, подожди. Рядом сидеть. Нет. Смотрите, если рядом сидеть, так ведь уже рядом сидеть. Угу. Она должна сесть, по идее. Что она и сделала. А если вы собираетесь куда-то двигаться, если вы собираетесь куда-то двигаться, то просто рядом и двигайтесь. Угу. Рядом. Она хочет отобрать еду. Я ей нужна только для еды. Вы инфинктивно, да, дергиваете руку, и это ее побуждает тут выплясывать вот эти все кульбиты. Вот эти, вот эти все. То есть, если вы просто поднесете прямо к носу, то у нее желание будет меньше. Ладно, запери. Так. Айла, подожди. Мне нужна ваша помощь. Так. Люся, рядом. Давайте вот рядом. Сидеть. Сидеть. Рука чуть вверх. Да, с лакомством прямо. Рядом сидеть. Сидеть. Да, хорошо. Берите следующее лакомство. Люся, сидеть. Не финти. А то, что вот за тренировку собака съедает много лакомства, это ничем не грозит? Обычно мы учитываем общее количество лакомства, которые собака должна съесть в сутки. Люся. А вот не ходите за ней. Да. Люся. Позовите ее еще. Иди сюда, Люся. Ко мне. Рядом. Ну да, рядом. Сидеть. Я уже. Все. Хорошо. Видите, как у вас хорошо получилось сидеть. Дальше к чему приступим? Мы научились ходить, вертеться, сидеть. Так. К чему бы еще приступить? На снаряды. Пойдемте-ка на снаряды. Сейчас Лена с Айлой покажут нам мастер-класс, который чуть позже мы должны будем вместе с Люсей выполнить. Начинайте. Перед проходом снарядов собака на расстоянии нескольких метров от первого снаряда усаживается рядом с хозяином или с любым человеком, с которым она будет проходить. снаряды. И? Айла. И по команде вперед делается жест рукой высылающей и хозяин бежит рядом с снарядами. Вот, например, так. Айла. Айла. Вперед. Да. Еще. Хоп. Да. Хорошо. Молодец. Обрат. Ряды. Теперь, судя по всему, наша очередь. Иди сюда. Поводок снимать не надо. Держите его за самый кончик, чтобы усаживайте Люсю. Люся, сидеть. Ой, опять неправильно сделала. К ноге ее подведите. Подведите к ноге. Сидеть. 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 Теперь наша очередь, Люся. Вперед. И побежали. Вперед, вперед, вперед. Да, молодец. Да. Умница. Похвалите ее там. Да, молодец. Молодец. Яна, давайте попробуем еще какие-нибудь снаряды. Куда можем пойти? Что сделать? Можем вот пройти этот снаряд змейка. Хорошо, давайте. Наверное, он может быть так и называется. Так, пойдем, Айна. Люся, идем. Рядом, Люся. Сидеть. Да. Мы берем лакомство, да? И проводим собачку между палочками. То есть вот, Айла. Да? Еще. Да, молодец. Запутались. Ладно, иди сюда. Получается, Айла без вкусняшки не пройдет. Пройдет. Но не хочет. Но она давно не практиковалась. Вот в целом я могу ее похвалить просто голосом. Айла рядом. Вот, молодец, умница. И все. Угу, теперь наша очередь. Да, Айлыч. Люся, ты готова? Идем. Так. Да. Хопа. Хопа. Хоп. Идем. Похвалить. О, умничка, умничка. Молодец. Мы с Люсей справились практически со всеми заданиями. Думаю, если бы мы чаще проводили время вместе, играли и тренировались, из нас могла бы получиться отличная команда. И, возможно, я и Люся смогли бы стать звездами какого-нибудь чемпионата. Не знаю, кто кого больше хочет затискать. Я, Люсю, или она меня из-за того, что у меня есть еда. Специальность кинолога весьма разнообразна. Она включает в себя такие направления, как кинолог-инструктор, хендлер, фитнес-инструктор и многие другие. Дрессировка собак всего лишь малая, но самая интересная часть этой профессии. Подробнее о работе кинолога нам рассказала начальник Центра служебного собаководства ДОСАФ России Республики Морел Ирина Шурнеева. Что еще входит в профессию кинолога? Ну, то, что вы сегодня попробовали на площадке, это самые-самые дрессировки, которые, в принципе, вам, вы работали лучше со взрослой обученной собакой. Обычно вся дрессировка начинается со щенка. Это когда щенок приезжает в ваш дом, это 2-3-4 месяца, и это намного, поверьте, намного сложнее, чем у вас был сегодняшний опыт. А вообще профессия кинолога, это, конечно же, не только дрессировка. Это собаки у нас служат на очень многих, скажем так, профессиях. Это, конечно же, пограничные собаки, которые охраняют рубежи нашей Родины. Это таможенные собаки, которые на таможнях ищут наркотики, ищут оружие. Потом, конечно же, это полицейские собаки, которые работают в полиции. Это и патрулирование улиц, постовая служба. Это, конечно же, обыск, розыск по следу преступников. Это следовые собаки, розыскные собаки, так называемые. Это охранные собаки, которые охраняют, работают в Уфсине, охраняют, скажем так, заключенных. И, конечно же, есть еще собаки по различным видам служб. Есть собаки-терапевты, канистерапия так называемая. Собаки этой службы работают чаще всего с детьми с отклонениями в умственном и физическом развитии. И они очень помогают раскрываться детям, вот именно добиваться, скажем так, положительной динамики в лечении. Допустим, к собаке, если подойдет слабохарактерный, неуверенный в себе человек, для дрессировки что из этого получится? Тут надо работать сначала с человеком. Вот инструктор на дрессировке, он всегда, он обучает хозяина, всегда хозяина. И уже только сам хозяин обучает свою собаку. И тут, конечно, идет даже психологическая работа инструктора, потому что неуверенный в себе человек, особенно если возьмет крупную собаку, он с ней не справится. И, к сожалению, очень часто бывает, что в таких случаях приходится расставаться с собакой, или брать что-то более мелкое, или вообще уже не заводить собаку, потому что собака прекрасно ощущает состояние человека. Ни для кого не секрет, все собаки умные, но наверняка есть определенная порода собак, которые отличаются сильнее своим умом. Вот вы знаете, возьмите любого владельца любой собаки, он всегда скажет, вот моя порода самая умная. Но вот вы сегодня занимались белой швейцарской овчаркой и дворняжкой. Разве можно сказать, что дворняжка глупая собака? Нет. Вот. Поэтому любой владелец скажет, что моя порода самая лучшая. Не важно, метист там, породистая, не важно. И в конце давайте сделаем уроки над ошибками. Ваши ошибки на этой дрессировке. Вот вы знаете, с этого начинают абсолютно все. Нет такого человека, который первый раз пришел на дрессировку с собакой, и вот он сразу же все знает, все умеет. Такого нет. Даже у меня у самого бывают ошибки. Это нормально. Человек учится, он развивается. Но что самое главное? Во-первых, самое главное терпение. Не идти на поводу у собаки. Но это у меня не получилось. Да. Провал. Не повторять постоянно одни и те же команды. К чему это ведет? Ну, ты сказал три раза команду. Еще пять раз скажешь, и собака воспринимает, так можно эту не делать команду. Ну, еще 55 раз повторишь, я на 56-й, может быть, захочу эту команду выполнить. То есть это идет только во вред. Частое повторение идет во вред. Главное, чтобы все делать стабильно, правильно, и требования к выполнению команды должны быть одни и те же. То есть вот, допустим, для нас команда сидеть, для нас слова сидеть, сядь, садить, это одно и то же. Для собаки это три разные команды. И поэтому, если вы учите команду сидеть, то сядь и садись, это уже другие команды. Люся, лежать, сидеть, лежать. И на этот раз я попробовала себя в профессии дрессировщика или кинолога. Такое ощущение, как будто занималась спортом, и я поняла, что я немножко слабохарактерная, потому что Люся постоянно у меня забирала вкусняшку, и я не справлялась с ней. Хотя, может быть, надо было быть немножко постраже, но, в принципе, рабочий день прошел вполне таки хорошо. Люся, лежать? Ой! Ну вот, опять не получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...